Девушки отдыхают Ничего не упустить из виду и даже сэкономить Сегодня мне предстоит Попасть в Зазеркалье и найти там шляпника Я покажу тебе вот эту шляпку Ты можешь носить ее просто вот так Попробовать Брюссель на вкус Это что-то вкусно-то все И понять, что размер Не имеет значения А и все? Вот так вот несерьезно? Невозможно поверить, что название этого города Переводится как поселение на болоте Влажно да, но не сказать, чтобы сыро Поселиться на болоте решил святой Святой Гагарик Поймал он где-то тут неподалеку дракона И построил церковь во славу Архангела Михаила, своего покровителя Святой Михаил стал покровителем И нового города Архангел Михаил вместе со своей нечистью Украшает герб европейской столицы Добро пожаловать в Брюссель Меня зовут Зоя Бербер И у меня есть только один день в городе Чтобы почувствовать его атмосферу Это одна из лучших панорамных площадок Бельгийской столицы Ее историческая часть довольно обширная и плоская А раньше она была еще и очень плотно застроена Пока очередной король А Бельгия ведь до сих пор королевство, если вы помните Не решил несколько облагородить ветхий жилой фонд На этом самом месте в конце 19 века были жилые дома Но поскольку в 1910 году в Брюсселе Должна была проходить всемирная выставка Ну такое торговое мероприятие Король Леопольд решил все дома снести Жители кричали и говорили, что их постройки еще долго простоят Деды их строили Ничего, что они не доживали до 30 лет Живя там и умирали от чахотки и разной болезни Ну в общем, король Леопольд все снес И не стал дружить с этими ребятами Кстати, королевские дворецы тоже неподалеку И хоть погода не из лучших Добежать до него просто необходимо В списке брюссельских достопримечательностей Он бесспорно на первом месте Поверьте, начинать надо именно с него Здесь одно из самых популярных мест в бельгийской столице Вокруг столько музеев и галереи, что даже перечислять долго Я, конечно, искусствовед и везде побывать не успею Но один из музеев нужно посетить непременно И почему бы это не сделать прямо сейчас? Когда говорят Бельгия, все думают про современные события Европарламент, Евросоюз, политика до финанса Да, все находится здесь А если вы слышите Фландрия, то сразу думайте об искусстве Сразу вспоминаются Ван Дейк, Брейгель и прочие знаменитые фламандские мастера А ведь это нынешняя Бельгия И знакомство с ее старинными художниками Практически азбука для культурного человека Это музей старинных мастеров Он относится к Королевским музеям изящных искусств Если вы хотите посетить их все, нужно брать комплексный билет Я же пойду только сюда, билет мне будет стоить 500 рублей И я успеваю, потому что музей работает с 10 утра до 5 вечера В понедельник он не работает И во все национальные праздники он тоже не работает Новый год, Рождество, проведите с семьей, а не в музее А сегодня должна успеть Музей был основан Наполеоном Баднапартом И тут то самое фламандское искусство Зал из которого есть в каждом публичном музее Сейчас я туда и пойду Понятно, что глаза разбегаются Потому что здесь и Кранах, и Босх, и Ван Дейк И картины, знакомые буквально со школы Но у меня всего один день Поэтому я ищу совершенно конкретный зал И только одного живописца Питера Брейгеля, старшего Помимо прочего, он коренной брюсселец Родился, жил и скончался тут Поэтому лучшего художника, чтобы почувствовать дух этого города, не найти Так как у нас в России вообще его нет полотен Можно посмотреть здесь Почему именно это? Здесь показан Брюссель 16 века Вообще жизнь Полотна Брейгеля – это настоящая машина времени Их можно разглядывать часами Смотрите, сколько действий на одной картине Здесь свинью режут к празднику Тут дети катаются на ледянках Тут же опять вон вино перевозят куда-то Бочки какие-то Брейгель изобразил горожан, живущих по соседству с ним И среди них в толпе обычных людей Мужчину плотника и беременную женщину верхом на осле Правильно, это классический библейский сюжет со святым Иосифом и Марией Готовящийся к родам В привычной для простого народа обстановке Гениально, согласитесь? Название этой картины – перепись в Вифлееме Будет возможность найти эту картину здесь Но мне же надо торопиться дальше Ведь у меня всего один день, чтобы открыть для себя Брюссель Ну и для вас Самый любимый вид транспорта у горожан в Брюсселе – это трамвай Неудивительно, потому что это самая старейшая и самая крупнейшая сеть Но все, я побежала, этот дождь мне трамвай удобнее Кстати, остановки трамвая здесь на трепке Вы можете поднять руку и трамвай останавливается Лучше я буду держаться Следующая точка в моем плане тоже связана с искусством Но не со старым, а с самым современным Дело в том, что Бельгия – это центр европейского дизайна и моды Если вам важно иметь актуальный и оригинальный лук Просто совершенно необходимо приобрести что-нибудь от бельгийских кутюрье Совершивших лет 20 назад настоящую революцию в модной индустрии Бельгийская мода и дизайн – это вообще отдельная тема Это какой-то микрокосмос для меня Существует множество разных школ и направлений Например, брюссельская имеет настроение романтическое и легкое И у каждого дизайнера есть свой концептуальный магазинчик И сегодня мы в гостях у известнейшего Элвиса Пампилио – дизайнер шляп Элвис создавал шляпы и для Мадонны, и для бельгийского королевского двора Двух одинаковых шляп у него просто нет Привет! Привет, как ты? Тут у вас потрясающе Спасибо большое Элвис, а мне-то какая шляпа лучше подойдет? Я думаю, это зависит от обстоятельств Для дождя, для жизни Ну, для жизни Для жизни Отлично, я покажу тебе вот эту шляпу Ты можешь менять ее форму как угодно Ты можешь носить ее просто вот так, если хочешь Но ты можешь быстро сделать кое-что совсем другое У нее двойные поля, да И ты можешь изменять Ты знаешь, писательница Амелина Томб? У нее есть подобная шляпа Она бельгийская писательница, она носит только мои шляпы А я, по-моему, разгадала один из секретов популярности бельгийских дизайнеров Значит так, это сумасшедшие цвета, это формы и это практичность Неубиваемость в Бельгии из-за этой погоды всегда в моде Вот как с этими шляпами Над ними не нужно трястись Это они будут защищать вас от любой непогоды И дарить прекрасное настроение А вы знаете себе носить Выбрать ту самую шляпку для себя будет сложно Потому что на эту нужно потратить, ну, точно час, а то и два А времени совсем нет Но я все советы учту Все пожелания учту Уже даже подворовала какие-то идейки Ну, так лично для себя Чтобы потом приехать, вспомнить И уже насладиться покупками А сегодня Спасибо тебе, это великолепно А эту забавную шапку-свитер Элвис мне подарил Вот так И хотя про цены подарков не спрашивают Я должна была ее узнать 14 тысяч рублей Теперь можно хвастаться У нас с английской королевой Один и тот же шляпный мастер Как бы это ни звучало Исторический центр Брюсселя Это такой пятиугольник между бульварами Я в него вернулась, чтобы найти главный символ города Что? Правильно Знаменитого писающего мальчика Манекен Пис Важную точку в моем плане изучения бельгийской столицы Ну, а по дороге было бы классно устроить быстрый шоппинг Вот только, увы, сегодня суббота И почти все магазины в Бельгии закрыты Но бонус выходного дня Поход на рынок Рынок на площади Саблон работает только по выходным И то недолго В субботу до пяти часов вечера А в воскресенье до двух часов дня И к закрытию всегда очень много народу Поэтому сейчас самое лучшее время Увидеть один из самых старых и знаменитых рынков Европы Рынок Гранд Саблон Для искушенной публики Сюда приходят сами бельгийцы В поисках антиквариата Что и говорить, вещица тут прекрасная Буржуазная, просто отголосок бель эпок Запросто можно найти украшения в стиле арт-деко И как ни странно, для дорогой Бельгии Очень приемлемые цены, правда? Вот Похоже, очень чашечка была у моей бабушки Только чашки уже давно нет А на память такую можно приобрести? Можно? Плейс Я хочу эту чашку Вот эту, с розами Сейчас я ее как следует для вас упакую Прямо в центре, прям ждала меня Пожалуйста, вот так прошу вас Спасибо, до свидания Спасибо Это Гранд Плас Самое сердце города Где-то тут и должен стоять писущий мальчик Но пока я его не вижу Еще в 12 веке Брюссель стал крупным торговым центром На пересечении основных торговых путей в Европе Между Брюгги, Кёльном и французскими городами Английская шерсть, французские вина, немецкое пиво Все провозили через Брюссель и продавали здесь На центральной торговой площади Каменных, да и просто больших домов В те времена было так мало Что им не присваивали номеров Ну, только имена И называли здания по маленькой статую входа Или элементу декора на фасаде Вот можно сейчас ходить и гадать Как называется этот дом? Сначала площадь окружали деревянные дома Построенные торговцами Вот сейчас тоже выстраивают что-то деревянное Но это, скорее всего, готовится к празднику А в 14 веке площадь стали окружать такие добротные каменные дома Которые были построены преуспевающими коммерсантами А мы продолжаем искать символ Брюсселя Мой вам совет Надо ориентироваться на скопление туристов Вот он! Нашла! А и все? Вот так вот несерьезно? Я думала, там прямо писучий мальчик А там нет Там как раз такой небольшой писучий мальчик Но, с другой стороны, это можно назвать изюминкой города Он небольшой, а его все ищут А он просто ждет и занимается своим любимым делом с 16 века Существуют две легенды о писучем мальчике По одной версии, мальчика увековечили за то, что он естественным образом потушил пожар и спас город А вот, согласно другой, мальчик вовсе не герой Однажды он подошел к дому местной колдуньи и помочился на дверь Хозяйка прокляла ребенка Отныне и навеки ты будешь делать то, что сделал сейчас С тех пор и стоит этот мальчик здесь Однако поучительно Ну что ж, символ города обнаружен, двигаемся дальше Я вам сейчас покажу отличный, вкусный, а главное здоровый фастфуд Но для этого я сошла с туристической тропы и пришла к церкви Святой Катарины И вот тут-то и находится одно из самых модных брюссельских мест Где можно по-простому, а вы знаете, нет, не по-простому В очень необычной обстановке очень вкусно поесть Я сейчас сделаю заказ, а потом расскажу, что это за место Так как все готовят прямо при вас и очень быстро Нужно обязательно сделать заказ Как вас зовут? My name is Zoya Простите Zoya Zoya Yes Zoya Yes Так, один суп И крокеты И крокеты Крокеты Отлично Ох, тут все стремительно Рассчитаться не успела, уже что-то готово Твой суп Yes, thank you Вот приборчики возьми Твоя вода За крокетами позову Хорошо, подожду Это вообще отличительная черта бельгийской кухни Все свежее и сезонное Тут даже не написано, что именно тебе подают Просто какой улов, то и поджарят Ну или сварят в супе Обед не обошелся в 6 евро суп 12 евро крокеты Ну и вода Ммм, необыкновенно Суп наваристый, густой Рыба в нем прямо большими кусками Вообще, вот какая-то романтика Ты гулял, ходил, бродил Пришел Даже не присел, поел Вкусно очень При этом ты продолжаешь наблюдать, как живет город Итак, крокеты Очень, очень мягкие Они сделаны из креветки С ними подается вот зелень, соус какой-то По-моему, все аппетитно Я даже не знаю, как это комментирует Я довольна Пора дальше Только расскажу вам про... Еще раз Один деликатный момент В городе писающего мальчика Это даже как-то, ну, вполне уместно Вообще, этой темы не избежать Мы же не памятники И уличные туалеты в Брюсселе Могут выглядеть, например, так В стене церкви? Серьезно? Честно скажу Да, сильно Я такого нигде не видела А вообще, в бельгийской столице Мужчинам проще справиться со своей нуждой Нежели девушкам Еще странно Равные права Равные возможности А для писающих мальчиков Всех возрастов Специализированных заведений больше А девочкам приходится по старинке Кафе искать Или очередной музей А я пойду в торговую галерею Нет Не за этим Это прям настоящий шоколад? А легендарный бельгийский шоколад Это не просто десерт Это национальная гордость Да А вот и он Дивный наряд из шоколада Обманули Не весь из шоколада Ну да, не все, конечно Но вот смотрите Это есть действительно шоколад Именно для таких, как я, есть табличка Please don't touch this chocolate Ну нюхай-то никто не запрещал Вкусно Здесь, несмотря на обилие марок шоколада Есть несколько культовых кондитерских магазинов Я вам советую Не покупать первый попавшийся шоколад А потратиться именно на очень дорогой Сделанный из отборных какао-бобов Что-то все можно бесплатно пробовать А можно эту? Да, угощайтесь Ну я девочка, я начинаю с белого шоколада Да что же так вкусно-то все Это белый шоколад Кофе Да, все верно Посмотрите, все свеженькое какое Приезжайте просто и пробуйте Так все не мешайте Вот попробуйте одну конфету и поймете Больше нигде в мире такой роскоши вкуса нет В 1857 году Жан Нейхаус Вместе со своим родственником-аптекарем Открыл фармацептическую кондитерскую Дело в том, что шоколад раньше продавался в аптеках И считался лекарством от многих болезней Вот, например, выражение Подсластить пилюлю И означало горькое лекарство Спрятать в сладкий шоколад Как раз в этой кондитерской Придумали делать пралине Так называется начинка для конфет Из молотого миндаля Обжаренного в сахаре И, кстати, упаковывать конфеты в коробки Впервые стали именно тут У кондитеров сердце кровью обливалось Глядеть, как в бумажных кульках ломаются И мнутся их красивая сладость Уехать из Брюсселя и не купить бельгийский шоколад Это преступление, правильно? Поэтому нужно покупать Тем более я нашла набор Где вот, для примера, есть конфеты Которые созданы в 57-м году В 857-м году В 915-м В общем, это отличный подарок Для самой себя Или для родственников Или для себя Или для родственников Вот это все мне обошлось В 5,5 тысяч рублей Но эндорфины, которые вырабатываются Когда ешь такой шоколад Они бесценны Я попросила доставить шоколад Мне в гостиницу Ну, просто они слишком громоздкие коробки Надеюсь, шоколад не растает К моему приезду А напротив шоколада лавка Мимо которой тоже никак нельзя пройти Знаменитые барабанские кружева Еще одна гордость в Бельгии Это кружева И те, кто шьют, прекрасно знают Что хорошее кружево стоит дорого А те, кто покупает, тем более Если вы любите такой романтический Пасторальный стиль То вам обязательно нужно приобрести В Бельгии кружевное полотно В зависимости от места производства И кружева называются по-разному Вот именно брюссельские Они самые дорогие и качественные Льняная нить Вот из которой плетутся кружева Она такая тонкая Что ее даже не видно при придении Итак, это брюссельское кружево Начало 19 века Это очень большое А можно развернуть? Развернуть, конечно Пожалуйста Оно выполнено в особенной технике Это жемчужная розетка А жемчужные розетки делаются иглой Каждая жемчужинка полчаса работы Я узнала, по-моему, все Ну, если не про кружево То про то, какой это нереальный труд Кружево даже называется Шитьем по воздуху Ведь эта красота создается из ничего Романтика Ну, как из ничего 24 коклюшки Два часа работы над квадратным сантиметром А что-нибудь можно примерить? Вот, пожалуйста Это можно назвать антикварной вещью Такие носили дамы высшего света Середины 19 века По начало 20 Это цельное кружево Которое носили на плечах Можете надеть его Приятненько очень Ничего не чувствую Но все равно ощущаю В прошлые века европейская знать Столько тратила на фламандские кружева Что многие страны, включая Россию Вводили огромные пошлины на их ввоз У нас была даже такая история Как помещик Наспор прошел таможню У него ничего не нашли И тогда он позвал своего пуделя Бегавшего рядом во время досмотра Пузель оказался просто дворнягой И был обмотан десятками метров Тончайших кружев А сверху был надет овечий тулупчик И казалось, что это просто лохматая собака И такой способ для контрабандистов Реально существовал Уходить не хочется Но я спешу Среди всех традиционных ценностей Буржуазных радостей И спокойствия богатого города Я как-то не успела Почувствовать его атмосферу Современностью А лучшего места, чем модное арт-пространство Здесь вечером не сыщешь Особенно, когда на улице дождь Выставочный центр Сан-Джери Расположился в старом кирпичном здании Которое раньше было крытым рынком А еще раньше, в 6 веке Здесь прям протекала река Сена На которой был остров Имени Святого Гагерика Ну, я уже о нем рассказывала Так вот, затем, когда от реки Было больше неудобства, чем польза горожанам Антисенитария и вообще неприятные запахи Заставили спрятать реку прямо в трубу Ну, как нашу леглинку Ну, а потом это место почему-то Постоянно благоустраивалось И перестраивалось Здание то было торговыми рядами То вообще закрывалось Но вот теперь в него вдохнули новую жизнь Честно говоря, непосвященному эти арт-объекты Вот так вот сходу, может, и не понять Смотри Ну, классно Это просто фотография А тут А это, видимо, как все выглядело 300 лет тому назад Но ясно одно Главная мысль тут Давайте жить дружно Не допускать насилия И будем уважать чужие привычки Чужие мысли и образ жизни Этим Бельгия отличалась всегда И сто лет назад, и триста Мне очень нравится такой подход Вот это очень интересное место Вообще для любителей современного Это нужно обязательно посмотреть Тут и арт-пространство Место для встреч и конференций Вообще концептуальные мероприятия Идея всего Это объединение культур Не зря же Брюссель Это штаб-квартира Евросоюза Здесь постоянно что-то происходит А я понаблюдаю и выпью кофе А знаете, почему так любит Сенжери? Да потому что он открыт Аж до полуночи Что для Бельгии большая редкость Тут можно и посидеть с друзьями И полежать И хоть на рояль сыграть Брюссель это, конечно, не южный город Где вечером жизнь только начинается Но она здесь и не заканчивается Успела занять место Я уж не стала дожидаться показа Какого-то артхаусного фильма На флаванском языке Который тут все собирались смотреть Чувствую, что на сегодня Мне впечатление в самый раз Кажется, я успела и увидеть И почувствовать И попробовать Тут все то, что создает Неповторимую атмосферу Душу бельгийской столицы Брюссель показал мне Все разнообразие своей погоды День был коротким, но насыщенным Я Зоя Бербер Это программа «Один день в городе» И этот город Брюссель Я здесь была А вот для вас Добро пожаловать!